Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Коротко, святую продобу, что мы знаем. Второе. Сегодня Верховная Рада Украины согласовала назначение нового генерального прокурора. Им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно. Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну. Это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных. Это фиксация фактов, совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника. Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, работающих для того, чтобы все российские убийцы и палачи отвечали за совершенное против украинцев. Третье. Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском Союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления. Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества. Четвертое. Готовимся к очень важным политическим и дипломатическим событиям, которые запланированы на вторую половину этой недели. Прежде всего это касается празднования Дня Украинской государственности. Но не только этого. Будут еще события, будут новости. Еженедельно усиливаем наше государство, еженедельно делаем вещи, сближающие нас с Европейским Союзом, и еженедельно обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России. Пятое. Сегодня состоялось совместное заседание Международной санкционной группы под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола с участием представителей Украинского парламента, руководства Верховной Рады, фракций и групп. Нарабатываются новые решения, которые увеличат цену для России за войну. В частности, есть инициатива по усилению ответственности на уровне Евросоюза за уклонение от санкций и инициатива по обязательному раскрытию информации о любых деловых контактах, совместном владении корпоративными правами и собственностью с гражданами России. Санкционная группа Ермака Макфола будет координировать свою работу с представителями парламента. И еще одно. За время полномасштабной войны 160 украинских воинов получили звание Героя Украины. И среди них один из самых эффективных украинских летчиков – майор Александр Кукурба. В апреле в Мариинском дворце в Белом зале Героев Украины я вручил ему орден «Золотая звезда». Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить. Вечная память всем погибшим за Украину. Слава каждому и каждому, кто защищает наше государство. Слава Украине!